В 2011 году эту фотографию, а точнее ферротип отпечаток на металлической пластине юрист из Северной Каролины Фрэнк Абрамс купил за 10 долларов на блошином рынке. Абрамс повесил ее у себя в комнате, которую сдавал туристам через Airbnb. Он не знал, кто запечатлен на снимке и вряд ли об этом задумывался, полагая, что купил портрет безвестных ковбоев. Своим постояльцем Абрамс в шутку говорил, что один из этих парней – Джесси Джеймс, знаменитый американский грабитель, убитый в 1882 году. Фрэнк был близок к истине. На фотографии, которую позже специалисты назовут одной из самых ценных в истории США, действительно была легенда преступного мира, но звали ее иначе. Генри Маккарти Генри Маккарти, настоящее имя Билли Кида, родился в 1859 году в Нью-Йорке. Позднее вместе с матерью, отчимом и младшим братом переехал в Нью-Мексико. В 14 лет Генри пережил смерть матери. В 16 получил первый срок, который решил не досиживать до конца. Юноша, впоследствии известный под именами Уильям Антрим, Уильям Бонни и Билли Кид, сбежал из тюрьмы, выбравшись через дымоход. «Я едва смог бы засунуть кулак в дыру, через которую Билли выбрался», – сокрушался шериф. Оказавшись на воле, беглец подался в Аризону. Здесь малыш Билли устроился работать на ранчо, начал воровать лошадей и совершил свое первое убийство. Вскоре после возвращения в Нью-Мексико Кид был втянут в войну в округе Линкольн – самый кровавый конфликт в истории Дикого Запада, начавшийся с убийства работодателя Билли – Джона Танстала. Война затянулась на три года. Некоторые перестрелки продолжались сутками. В ходе одной из них банда Кида расправилась с шерифом округа и его заместителем, организовавшими убийство Танстала. В 1880 году о Билли Киде писали уже не только газеты штата Нью-Мексико, но и нью-йоркская пресса. Пэт Гарретт был старше Кида на 9 лет. Разница в возрасте не мешала их дружбе, но помешали обстоятельства. Гарретт решила степениться, и осенью 1880 года стал шерифом округа Линкольн. Оказавшись с приятелем по разные стороны баррикад, Гарретт велел Киду покинуть Нью-Мексико. В противном же случае обещал выполнять свой служебный долг. После того, как Кид отказался выезжать из штата, люди Гаррета действительно схватили его. Кид был приговорен к повешению, однако снова сбежал, заодно убив двух заместителей шерифа. В конце концов, выследить беглеца Гарретту помог случай. Шериф приехал в деревушку Форд Саммер к одному из друзей Кида в надежде что-нибудь выведать. Тут же внезапно заявился сам Кид. Дело было ночью, встреча случилась в полной темноте. Шериф узнал старого приятеля по голосу и выстрелил в его сторону. Смерть настигла малыша Билли 14 июля 1881 года. Ему был 21 год. История Билли Кида полна противоречий, так что несложно понять, почему одни считали его бездушным бандитом, а другие – жертвой обстоятельств, пешкой в войне богачей и политиков. Поступок Гаррета не встретил однозначного одобрения у общества. Многие осудили шерифа за расправу. Позже он написал книгу, где изложил свою версию событий. Труд не пользовался успехом у современников, но стал ценным документом для историков. 22 июля 1881 года Нью-Йорк Таймс опубликовала заметку, посвященную убийству Кида. Журналист описывал его как человека с приятными манерами, привлекательной внешностью и ангельскими голубыми глазами. Всякий, кто видел Кида впервые, смотрел на него как на жертву обстоятельств. «В действительности же это был один из самых опасных персонажей, каких только породила эта страна», – писал автор статьи. Журналист указывал, что Кид убил в общей сложности 19 человек. Правда, современные специалисты считают эту цифру преувеличением. Вскоре после гибели Кида пошли слухи, что убийство было инсценировано. Якобы Гарретт, помня о старой дружбе, помог Билли сбежать и замести следы. В последующие десятилетия нашлось множество мужчин, выдававших себя за выжившего Билли Кида. Споры вокруг его смерти продолжаются по сей день. В последние годы появлялись даже сообщения, что ученые добиваются разрешения эксгумировать тело матери Билли для ДНК-тестов. Портрет безвестных ковбоев, купленный на блошином рынке, провисел в гостевой комнате Фрэнка Абрамса 4 года, пока однажды тот не увидел документальный фильм о старой фотографии, оцененной в 5 миллионов долларов. Речь шла о случайно найденном снимке, на котором была запечатлена группа людей, играющих в крикет. Эксперты признали в одном из игроков Билли Кида. Прежде было известно о существовании лишь одного фотопортрета легендарного преступника. Снимок, на котором малыш Билли с безмятежным выражением лица стоит, опершись на ружье, ушел с аукциона за 2 миллиона 300 тысяч долларов. Заинтересовавшись этой историей, Адамс начал изучать биографию Билли Кида по материалам в интернете и обнаружил, что один из ковбоев на его фотографии похож на Пэта Геррета, шерифа, который застрелил Билли. Еще один персонаж похож на самого Билли. Экспертиза подтвердила догадки юриста. Специалисты установили, что ферротип с большой вероятностью сделан между 1875 и 1880 годами. А дальнейшие исследования показали, что двое из опечатленных на нем мужчин это Билли Китт, слева в заднем ряду, и его убийца Пэт Герретт, крайний справа в переднем ряду. Люди, продавшие Абрамсу снимок, сказали, что получили его от человека из Нью-Йорка по фамилии Клинтон. Тот считал, что ранее ферротип принадлежал журналисту Маршалу Апсону, который в свое время написал о Билли Киде книгу в соавторстве с шерифом Герреттом. Предположительно, впоследствии снимок попал на северо-запад США к родственникам Апсона, которые не догадывались о его ценности. Принадлежащая Абрамсу фотография, возможно, самый дорогой портрет Билли Кида, ведь здесь он снят вместе с собственным убийцей. Однако подлинная цена снимка остается неясной. Фрэнк Абрамс не подверг находку профессиональной оценки, объяснив, что не заинтересован в ее продаже. По словам Абрамса, он просто любит историю и считает большой удачей обладать таким артефактом. За прошедшие сто с лишним лет Билли Киду были посвящены десятки книг, песен, фильмов, сериалов и театральных постановок. Именно поэтому все эти фотографии так важны и так высоко ценятся. И дело не только и не столько в личности самого Билли Кида, дело в легенде, которая окутывает его имя и является важной частью мифологии мира Дикого Запада. Как выразился ведущий эксперт аукционного дома Кейдженс, настоящее фото Билли Кида – это святой Грааль истории американского Запада. Увы, искать на Airbnb комнату с портретом малыша Билли на стене уже бесполезно. Фрэнк Абрамс признался журналистам, что снял снимок со стены и убрал в сейф. Фрэнк Абрамс признался журналистам, что снял снимок со стены и убрал в сейф. Фрэнк Абрамс признался журналистам,